На Псалом 141 «Голоса моим Господу воззвал я, голоса моим Господу помолился». Видишь ли, как пророк часто делает это, начинает речь таким образом, и дважды повторяет здесь голосом и голосом. Он делает это не просто, но чтобы посредством двукратного повторения внушить нам два действия – живое усердие и напряженное внимание, и кроме того, чтобы мы взывали собственным голосом. Не все ведь взывают голосом, не все к Богу, не все собственным, а нужно, чтобы все это было вместе. Кто взывает против врагов, тот произносит голос не человека, а дикого зверя и змея. Кто обеспечен и невнимателен к тому, что говорит, тот взывает не к Богу, но говорит тщетно и напрасно. Кто не возбуждает своей души, тот хотя бы громко кричал, так же не взывает. Голос, как я и прежде часто говорил, означает не хилу дыхание, а напряженное внимание. Но не так поступает пророк. Он соединяет эти три обстоятельства и выражает, что он и взывает голосом, и к Богу, и собственным голосом, потому и говорит дважды. И злил пред ним моление мое, печаль мою открыл ему. Видишь ли, души свободны от всего житейского. Не к людям прибегал он, не от них искал помощи, но к помощи непреоборимой, содействию высшему. Далее, желая выразить напряженное внимание и пламенное усердие, какое он имел, употребляет выражение изольютость с великим обилием. Отсюда мы научаемся, что скорби немало способствует любомудрию. Таков плод скорби. Поэтому пусть никто не избегает ее. Она приносит двоякую пользу. Во-первых, делает нас более ревностными и внимательными. Во-вторых, дает нам немалое право на то, чтобы быть услышанными. Потому и пророк не сказал правду мою или добрые дела мои, но печаль мою. Так как и она служила немалой защитой для него. Поэтому Исаия говорит. Утешайте людей моих, священники. Говорите из сердца Иерусалима. И Павел. Придайте такового сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен. И еще в послании к Коринфянам он говорит. Потом многие из вас больные немало умирает. Ибо если бы судили себя, то не были бы судимы с миром. Будучи судимы от Господа, наказываемся. И Авраам сказал богатому. Ты получил доброе твое в жизни, твоей, а лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И Давид, когда семей проклинал его, сказал. Оставь его проклинать меня. Ибо Господь повелел ему. Да вы презрел Господь на смирение мое. И везде в писаниях мы находим, что те люди, которые с благодарностью переносят скорби, не только изглаждают множество грехов своих, но и приобретают через это немалое дерзновение перед Богом. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня, не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Когда малодушные люди особенно падают, а многие произносят богохульные слова, тогда он особенно любомудрствует, научаясь такому расположению духа от скорби. Поэтому, когда ты видишь, что кто-нибудь отчаивается во время скорби или произносит какие-нибудь непристойные слова, то причиной этого считай не скорбь, а малодушие говорящего. Потому что скорбь по существу своему обыкновенно производит противное. Внимание, душевное сокрушение, глубокое размышление, приспияние в благочестии. Потому, Павел и говорит, от скорби происходит терпение, а от терпения – опытность. Если же иудеи во время скорби роптали, то этот ропот происходил не от скорби, но от их безумия. Святые, подвергаясь скорбям, делались более славными и любомудрыми. Потому и сам пророк говорит, благо мне, Господи, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. И Павел говорит во втором послании к Коринфянам, 12, 9. Но Господь сказал мне, довольна для Тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен. Видишь ли, как и пророк во время скорби более ободряется, прибегает к Богу, прилипляется к Нему с большей силой и самой глубине зол. Это и означает и его слова. Когда изнемогал во мне дух мой, ты знал стезю мою. На пути, которым я ходил, они скрытно поставили сети для меня. Здесь он показывает великое несчастье, множество бедствий и козни врагов, как они приступали, приближались, желая низвернуть его. И что особенно тяжело, у него не только не было помощников и сотрудников, но и даже не было знающих об этой скорби. Смотрю на правую сторону и вижу, что никто не признает меня. Не стало для меня убежище, никто не заботится о душе моей. Я воззвал к тебе, Господь, я сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Этим выражается совершенная пустыня, крайне отчуждение всех. И подлинно немногие решаются присутствовать и помогать в несчастьях, особенно когда несчастье угрожает опасностями. Однако это не только не повредило пророку, но еще более принесло ему пользы, приблизив его к Богу. Так и ты, возлюбленный, когда видишь умножающееся бедствие, не унывай, но еще более ободряйся. Бог попускает им быть для того, чтобы прогнать твою беспечность, чтобы пробудить тебя от сна. Тогда все лишнее оттекается, тогда все житейское забывается, тогда человек делается более ревностным в молитве, более усердным к милостыне и к презрению чрева. И всякая страсть легче побеждается, обращаясь в бегство от скорби. Так и вначале Бог подверг нас трудам и скорбям, желая не наказать нас, хотя изрек приговор в виде наказания, но вразумить нас и сделать лучшими. Если теперь, когда окружает нас скорби и жизнь, исполнив трудов, господствует такое нечестие, то до чего не дошло бы зло, если бы их не было? И удивительно ли, что скорбь служит благом для души, если она блага и для тела? Пресыщать тело наслаждениями – вредно. Так и бедствие, когда окружает нас со всех сторон, заставляет быть бдительными. И если мы внимательны, то не терпим от них никакого вреда. Потому и говорит некто, помни, что ходишь посреди сетей и идешь по зубцам стен. И псалмопевец говорит, на пути, по которому я шел, они скрыли сеть мне. Если кто примет эти слова в переносном смысле, то уразумеет, что так поступает дьявол. Не издали строя козни, но скрывая их близко. Вот почему с нашей стороны требуется великая бдительность. Он скрывает свою сеть в милостыне, тщеславие, в посте, гордость. Скрывает не на других путях, но на тех самых, по которым мы ходим, что особенно тяжело. Никто не заботится о душе моей. Погибло богатство мое. Посмотри на новое превращение бедствий. Пророк показывает, что не только на путях его расставлены были сети, не только не было помогающего и даже знающего об этом, но и оставшееся средство к избавлению. Искать спасение в бегстве не было для него легко и удобно. И так он был ввержен в глубину бедствий. Находился в неизбежном несчастье. И, однако, не отчаивался. Никто не признает меня. То есть не было защитника, помощника. Что же он? Среди таких бедствий, затруднений, отчаялся ли в спасении? Нет. Он тотчас прибегает к Богу и говорит. Я возвал к тебе, Господи, сказал, ты прибежище мое и часть моя на земле живых. Видишь ли бодрость души? Бедствие не подавили его, но еще более окрылили. И, находясь в трудных обстоятельствах, он нашел непобедимую десницу, всемогущую силу и облегчение затруднений. Я сказал, ты прибежище мое. Все человеческое, говорит, оказывается тщетным. Буря так превышает всякую помощь, что никаким искусством невозможно избежать кораблекрушения. Но хотя нет никакой надежды на людей, и все мы в отчаянном положении, для тебя легко все, и потому мы не ослабеваем в надежде на тебя. Часть моя на земле живых, то есть сам ты, мой жребий, мое сокровище, мое богатство, мое все на земле живых. Землей живых он называет здесь свое отечество. Напротив плен вавилонский он часто называет адом и смертью. Так как на земле чужой не совершалось обычного богослужения, а здесь исполнялись священные действия, то он и говорит, часть моя на земле живых. Ты всегда, говорит, присущ мне, усвоил меня себе на земле живых, и велика была моя близость к тебе. Внимли воплю моему, ибо я очень изнемог. Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня. Видишь ли, как он и здесь представляет свою защиту то, что говорил выше, то есть что он смирился, получил наказание за грехи с избытком. Выражение «очень» означает не жалобу на события, но скорбь и изнурение страждущего. Если смотреть на важность грехов, то это смирение не будет «очень». А если на слабость страждущего, то оно «очень», чрезмерно. Бог никогда не требует наказания равняющейся важности грехов. Если же для страждущих оно кажется невыносимым, то это зависит не от существа дела, но от слабости переносящих. «Избавь меня от гонителей моих, ибо они сильнее меня», говорит он. Вот и другая причина избавления. Неправедные козни нападающих, тогда как он в великом изнурении. «Выведи из темницы душу мою, чтобы мне славить имя Твое. Вокруг меня соберутся праведные, когда Ты явишь мне благодеяния». Здесь сказано так. Вместо «благодарить» – «исповедать». Смысл слов его следующий. «Избавь меня от бедствий». Темница называет здесь «крайнее несчастье». «Исповедаться имени Твоему». Немаловажное дело и то, чтобы, находясь в счастье, не доходить до забвения о полученных благодеяниях. 498. Многие из людей во время скорбей бывают усердными, а в счастье – беспечными. Другие в счастье бывают беспечными, а во время скорбей отчаиваются и падают духом. Но пророк при тех и других обстоятельствах неизменно сохранял благочестие. Скорбь не доводила его до падения, но еще более располагала к прошению и молитве. И счастье не расслабляло его, но и тогда готовился благодарить. «Меня ждут праведники, то есть вокруг меня соберутся праведные, когда ты явишь мне благодеяние». Что это значит? «И праведникам, — говорит, — это принесет пользу, они будут радоваться, веселиться, ликовать в виде мое избавление от бедствий. Души святых таковы, что они и с раждущим сочувствуют, и с счастливым не завидуют, но радуются, веселятся, утешаются, видя получающих благодеяния, как и Павел заповедал. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Это немалая добродетель. Многие радуются, когда другие падают, и завидуют, когда они восстают, предаваясь той и другой страсти от жестокости и бесчеловечия. Но не таковы праведники. Свободные от той и другой страсти, милостивые и человеколюбивые, они приобретают противоположные тому добродетели. Как первая от жестокости своей впадает в ту и другую страсть, так последняя по человеколюбию сострадает с раждущим и сорадуется с радующимися. «А почему, — он сказал, — воздастся мне?» «Между тем выше он сказал, указавши на скорбь и смирение, а не на добрые дела свои, не на дерзновение, происходящее от дел. За что же он спрашивает себе воздаяние? За дни смирения. Это немаловажное дело переносить скорбь с благодарностью. Потому он и называет награду за это воздаянием. Так и мы не будем унывать во время скорбей, но молиться, чтобы не впасть в искушение. А когда оно постигло нас, то будем принимать его. Через это мы избавляемся от присущих нам грехов, а если имеем какую-нибудь добродетель, то ее делаем более светлой». Так показал на себе Иов, который тогда особенно и просиял. «Это полезно и для тела, полезно не только людям, но и бессловесным животным, и не только животным, но и растениям. И земледельца не позволяет винограднику и другим деревам чрезмерно разрастаться ветвями, но препятствует дальнейшему их росту и обрезывая ножом, обращая всю силу их к корню, чтобы они, стащив всю силу на листьях, не производили негодных плодов. Так бывает и с людьми. Когда ревность тратится на дела излишние, тогда душа делается бессильной к произведению зрелого и совершенного плода благочестия. Тоже можно велики на воде. Стоячая и неподвижная вода бывает вредна, а движущаяся, вычерпываемая и проточная, не только здорова, но и приятна. И видеть ее приятно, и касаться, и пить. Стеснение нередко побеждает и природу. Так вода, стремящаяся и текущая вниз, будучи стесняемо, поднимается вверх. Так точно бывает и с людьми. Те, которые великодушно переносят скорби, становятся более высокими. Хотя бы они были весьма низкими, самыми земными и уничиженными, и приобретают отсюда великую пользу. Зная это, будем с благодарностью переносить постигающие нас бедствия, дабы и они сделали для нас более легкими, и нам достигнуть будущих благ, которых расподобимся все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok